Нижних средств отметил Иванов. И в завершении о валюте. По данным Московской межбанковской биржи за доллар США дают 65 рублей 70 копеек за евро 74.52. У меня все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня синоптики наколдовали минус 5 градусов. Пасмурно, небольшой снег. Но самое интересное начнется ближе к вечеру. До 10 градусов ветер северо-западный 6 метров в секунду. Утром у нас ожидается минус 15, минус 19 градусов настоящая зима. Но самое забавное в этой истории то, что уже в среду днем будет 0 градусов. На высоте Эвереста. Пока зима бьется и не сдается, мы, друзья, рассказываем о том, как поживают экстремальные жители страны под названием Россия. Ну и, конечно же, они частенько представляют ее далеко за пределами. Сегодня мы будем говорить о паркуре и познакомимся с нашим собеседником прямо сейчас. Павел Агеенко, известный паркурщик и трейсер, руководитель своей школы паркура. Искусство перемещения начал практиковать почти 10 лет назад, вдохновившись философией развития духа через развитие тела. За время занятий он изменил свой уровень жизни, укрепил здоровье и сегодня передает свои знания и опыт тем, кто только пришел заниматься. Вот такой вот собеседник. Паш, привет. Добрый день. Скажись, чего ты вообще решил, что тебе это надо? Ну, у меня родители спортсмена давали в секции различные, поэтому, ну, это не могло сказаться. На мне как-то отразиться. Занимался, ну, различными видами спорта, там, баскетболом, плаванием, гимнастикой. Не увлекло, не понравилось. Почему ты там себя не начал проявлять? Я по какой-то причине все время уходил от этих видов спорта, и родители не могли понять, почему же я ухожу. Сейчас я начинаю это понимать. Мне не очень нравилась соревновательная деятельность. Мне больше нравилось, подходило развитие, как бы, и соревнования с самим собой. То есть главным конкурентом должен был стать ты сам? Должен быть ты сам. Именно так. Ну, и каким образом ты вдруг для себя открыл паркур? Ведь в 2006-м, когда ты начал заниматься, о нем в нашей стране можно было только по фильму «Ямакаси», наверное, если он вышел уже тогда говорить. Наверное, вышел? Да, было уже несколько фильмов. Это и «Тринадцатый район», «Люка Бессон» и «Ямакаси». Вот. Я, как бы, посмотрел эти фильмы, но я постоянно забывал, как называется эта дисциплина. Не давалось мне это никак. Так. И как-то я помню, летом все друзья уехали, я лазил, пошел полазить по стройке. Ну, мне как-то это нравилось, это как-то экстремально, мне казалось здорово. Вот. Лазил, я там лазил и увидел, ребята тренируются. Прямо вот вообще тренировались? Прямо реально как-то тренировались. Не просто прыгали, лазили, да, как вот там, не знаю, маленькие дети могли бы залезть и лазить. А именно движения у них были четкие, они знали, что они делают, они скарабкивались на стену, спрыгивали, причем спрыгивали технично, достаточно с больших высот. И как будто этой высоты не было. То есть достаточно безопасно все это дело, мне это, значит, вдохновило. Ну и потом я уже нашел в интернете, что это была команда Tracers, одна из первых команд в России, которая появилась. И ты решил, что тебе чем-то подобным тоже, в общем-то, интересно будет заниматься. А почему это тебя увлекло? Ну, это было сколько? Ну, больше восьми лет назад. И я был такой, как бы, ну, непоседой. Мне нравилось все, что активное, движение. Вот. Но соревновательность мне не очень нравилась, как я уже сказал. Паш, давай нашим слушателям, ну, для тех, кто слышал, что такое паркур, но точно не знает. Вот ты же долго запоминал, как это именуется все. Расскажем, как сегодня официально звучит формулировка паркура. Паркур – это система или философия преодоления препятствий при помощи внутренних своих каких-то навыков, полученных в результате тренировок. То есть которые помогают в реальной жизни справиться с какими-либо трудностями или преградами. У паркура есть какая-то цель? Цель – только развитие. То есть задача, опять же, не в соревновании, но в соревновании с самим собой, а не с кем-то. Ты должен развиваться, чтобы быть полезным, прежде всего, себе и окружающим. То есть себе для того, чтобы в какой-то экстремальной ситуации, например, на улице, да, мы идем по улице, мы подскользнулись и упали. Чтобы не получить травму, можно использовать различные техники падения. А обществу, потому что, опять же, если брать какой-то конкретный пример, мы идем по улице, человек, у человека нога застряла в рельсе, например, да. Рядом нет никого, чтобы помочь. Такие случаи были. Можно воспользоваться своими навыками, спрыгнуть и помочь человеку. Да, нога в рельсе. Это интересно. У нас, я напоминаю, есть возможность контакта с вами. Ну, во-первых, это страница «Спорт.ФМ» в социальности ВКонтакте. Здесь, в разделе «Экстремального парка» вы задаете свои вопросы, обсуждаете сегодняшнюю тему. Далее, это возможность отправить свой вопрос, высказать свое мнение посредством смс-портала 5533 и слово «Спорт» в начале вашего послания. Звоните 276-09-32-276-1932, код страница 495. Для тех, кто разговаривает с радиоприемником «Спорт.ФМ». Сегодня у нас в гостях известный паркурщик, руководитель своей школы, о которой мы еще поговорим, Павел Агеенко. Паш, скажи, вот такой вопрос. Трейсер, паркурщик – это слова-синонимы? Вот сейчас гораздо чаще слово «трейсер» можно услышать, нежели «паркурщик». Ну вот, честно говоря, после того, как представили паркурщиками, я хотел как раз на этом внимание как бы расставить. То, что сейчас, да, ты правильно сказал, многие говорят сейчас «паркурщик». Это на самом деле такого термина нету. Вот, как бы «трейсер» – правильное название, с французское слово «человек, преодолевающий препятствия». Вот, поэтому, ну, никаких паркурщиков тут не должно быть. Я не часто играю в какие-то компьютерные забавы, но есть одна вещица, которая меня в мои, там, стрит с хвостиком увлекла. Это Assassin's Creed. И эта игра, как мне показалось, связана с паркуром максимально близко. И вот это вот ее главные герои или главные герои, они и есть те самые трейсеры. И я знаю, что эта игра соподвигла на подвиги многих других. По крайней мере, та реклама, которую сделали в последней части, она вообще как бы что-то особое. Я напомню, там по сюжету, по Парижу, по-моему, бегали переодетые вот в героев этой забавы ребятки и творили какие-то стокошибательные чудеса. Я правильно рассказал? Так же было? Да, все правильно. То есть вот последнее видео, это реклама игры, была приближена к реальным условиям жизненным. Там двое, значит, как бы слуг закона ограбили бедного человека и почему-то по замыслу режиссеров начали убегать от убийц. Скажи, а вот ты сам как-то... Насколько эта игра в вашем сообществе считается какой-то культовой? Есть ли такое понятие, что... Ну, а среди поколения, которое только приходит в паркур, это как бы такой интерес, спорт, да, это круто. Это, в принципе, игра является как бы таким проводником в паркур, чтобы им начать заняться, как и фильмы. Вот. Но более опытное поколение, которое занимается там, ну, от года двух лет, просто с тренировками они уже понимают, что это не просто какой-то экстрим или прыжки, а это философия развития духа и тела. Потому что ты, чтобы чего-то добиться, и вот как в игре ребята, которые прыгали, точнее, в ролике, в видеоролике, чтобы добиться такого же опыта и навыка владения своим телом, нужно очень много тренироваться. Для этого нужно много преодоления самого себя, самодисциплины. Какие это тренировки? Ведь тут же не скажешь просто, иди жми штангу от груди 20 раз с массой в 50 килограммов. Вроде так не сделаешь. Вот тренировки в паркуре, они очень... в паркуре, они отличаются очень от тренировок в каких-либо видах спорта. Где-то что-то похожее, есть схожесть с боевыми искусствами, значит, если брать по элементам, то это различные техники приземления, ролл, кувырок через плечо, когда мы прыгаем с большой высоты, делаем кувырок, и наши колени, ноги не получают сильной нагрузки. Вот. И лендинг, когда мы прыгаем вертикально вниз, вот, при этом используя как ноги, так и ладошки. Это классические такие упражнения, да? Это уже элементы. А чтобы, как бы, добиться, опять же, такого эффекта и навыков, нужно тренировать именно свое тело и в паркуре. Во-первых, тебе не нужны никакие приспособления, не нужна никакая защита. Чтобы не получить травмы, здесь нужна просто последовательность. То есть, прежде чем прыгать на больших высотах, нужно для начала прыгать на бордюрах, нужно подготавливать свое тело, укреплять мышцы сухожилия специальными упражнениями. Лучше всего тренироваться с инструктором, потому что за время, которое паркур развивался до наших дней... Много изменилось. Уже много придумали техник, упражнений, специальных комплексов, которые подходят именно и сделаны именно для парцей. Беги по небу! Экстремальный парк на Спорт.ФМ Продолжим наш эфир. Известный трейсер, руководитель школы паркура Павел Агейенко сегодня у нас в гостях. И некоторые вопросы от наших слушателей из города Чапаксары. Сергей задался вопросом, как вы себя чувствуете в городе? Ничего не смущает. В городе... Да я и выезжать из него не хочу. То есть, ну, когда ты тренируешься и выходишь... Ну, естественно, паркур — это уличное искусство. Зимой ты тренируемся в залах. А так в различных локациях города Москвы ты как бы и город свой познаешь. И смотришь уже по-другому. То есть, уже это... Ищешь пути там, где не видят их другие люди. То есть, обычный человек, он как? Он ходит по лестнице, да? Поднимается по дорожкам пешеходным. У тебя это как-то по-другому? Да, особенно когда опаздываешь. Приходится иногда за что-то зацепиться, где-то подхватить. Я понял. У тебя совершенно иное видение всех преград, скажем так. Но ты рассказывал, что начинал на стройках, да? Как бы изучать трейсерство. Я вспомнил, что в 90-е в каждом дворе тоже были какие-то стройки. И я тоже в какой-то степени мог стать, наверное, вот такого рода паркурщиком. Скажи, вот за те годы, что ты в теме, много ли изменилось в самом... Ну, назовем его искусством. Все-таки это красивое перемещение чаще всего, да? А не просто вот от точки А до точки Б. Так вот, вот за те годы, что ты здесь присутствуешь, много ли изменилось? Значит, именно дисциплина, она не изменилась. Изменилась паркур сообщества. И люди... То есть сейчас формируется индустрия, пытаются делать соревнования. Хотя в исходном состоянии, таким как Давид Белль, основатель паркура, придумал это искусство, что он заложил в это искусство, соревнований изначально не было. Потому что паркур придумывался для того, чтобы спасти жизнь человеку, например. То есть такие благородные цели изначально были? Ну, конечно. Но у Давида Белля был отец, Раймонд Белль. Он изначально как бы придумал некоторые движения и передал сыну. То есть там он в джунглях Вьетнама тренировался, тогда еще была война как раз. Он перемещался, будучи подростком, по деревьям, чтобы его не заметили. То есть это для него было средством, чтобы спасти себе жизнь. Раза 20 века. Именно так. Потом он, когда перешел его отец на гражданку, он пошел в пожарные и там лазил уже по зданиям, по деревьям и привел своему сыну, который уже назвал дисциплину паркур. Так, собственно, и появилась дисциплина. Значит, делают соревнования определенные. Какие соревнования? Кто быстрее как раз-таки преодолеет расстояние? В соревнованиях как? То есть нужно впечатлить судьи. Ребята делают то, что не совсем готовы и то, что не отработано. Как, например, у профессиональных спортсменов, да? Вы всегда по тем трассам, которые знаете, проходите? Нет, не обязательно. То есть тренируем импровизацию, приходим в различные локации, например, города Москвы. И просто глазами осматриваем место. Естественно, нужно думать прежде всего в паркуре о своей безопасности. Поэтому, если есть такая возможность, нужно подойти, потрогать, пощупать. То есть не отваливается перила, там ступенька бетонная и так далее. Вот, то есть нужно о безопасности тоже думать. Мы в прошлом часе говорили о видеороликах. У тебя видеоролик, которым ты, скажем так, отдельно гордишься, что он из себя представляет? Какие там преграды ты преодолевал? Ну, роликов, которыми я горжусь, ну, когда-то, когда я начинал увлекаться, я смотрел видеоролики Ямакайси, опять же, того же самого основателя Давида Белля. Ну вот, меня они восхищали. Я смотрел, как отточены были движения, как плавно приземляются трейсеры. Вот, сейчас я честно скажу, что ролики не смотрю, потому что... И не делаешь свои? Я считаю, свои ролики я не делаю. Только если отснять со стороны элементы, чтобы посмотреть, насколько я их делаю, хорошо или плохо. Вот, то есть насколько они у меня получаются. Если ты делаешь какие-то... Приходишь в какую-то дисциплину, естественно, тебе дают базу. Но потом нужно идти по своему пути. Иначе ты пытаешься быть другим человеком, то есть своим кумиром. Паш, вот ты говорил о стройках, сейчас это все запрещено. Для паркурщиков Мека это какой-то новый объект, где преградами являются прежде всего какие-нибудь охранники. И можно сказать, что, по сути, это все запрещенные места. Ну, там нельзя просто прийти и тренироваться. Это тоже привлекает трейсеров? Этот адреналин? Ну, я вот что скажу. Начну чуть-чуть издалека. Значит, изначально не было никаких парков, каких специальных постройок. И трейсеры тренировались, опять же, на стройках. Ну, и сейчас, в принципе, они тренируются, ну, в основном, на тех, которые не охраняются. Если они охраняются, ну, скажу, что некоторые бывают пролезут, и есть в этом какой-то некий азарт, да. Вот. Пролазят, вылазят, никто их не видит обычно, и все. То есть, как бы, побыть на крыше. Вот этот адреналин тоже дополнительно цепляет. И насколько трейсеры, паркурщики сопоставимы с руферами? Ну, как бы, как тебе сказать? Когда ты лезешь на крышу, вот несколько человек, они преследуют свои цели. Кто-то преследует экстрим. И среди трейсеров есть такие люди. И среди других людей, и, там, не знаю, скалолазов, и фотографов, и руферов, и так далее. Нужно не забывать, что тот человек, который называет себя трейсером, его важная, главная задача – это развитие самого себя. Не подвергать тело опасности, необоснованному риску. Вот. Это самое главное. Бывает такое, у каждого человека хочется чего-то, какого-то, не знаю, уединения. Залезть на крышу, насладиться пейзажем, ощутить какое-то некое чувство свободы. Паш, вот сразу же, сразу же в клинии скажи, а у тебя есть ли какое-то место, которое ты хочешь, скажем так, покорить своим паркуром? Ну, в общем-то, попробовать там полазить, потрогать те самые кирпичи, отваливаются или не отваливаются. Может, ты, я не знаю, где-нибудь в Нью-Йорке хочешь на Пашу Рокфеллеров залезть? У меня, например, нет такой цели, как залезть, например, максимально высоко. У меня есть цель, например, сколько за, например, минуту я могу раз сделать какой-либо элемент. Или насколько четко. Например, если разбежаться, прыгнуть на какое-то перило вдали, да, и удержаться на ней, удержать баланс. То есть для меня самый, что ни на есть, кайф и удовольствие, это от того, что не то, что что-то экстремальное, а что-то то, что мне кажется сложным и, например... То есть ты ловишь кайф от выполнения какой-то сложной задачи. Мы сейчас должны уйти на перерыв, предваряя тему следующей части нашего общения. Твое любимое место для занятий паркуром в городе? Метро рядом с метро Воробьево горы и метро Фрунзенская набережная. Здесь недалеко. Хорошо, мы сейчас прерываемся буквально на чуть-чуть. Это экстремальный парк. Арташес Антонян меня зовут. И у нас сегодня в гостях известный трейсер, руководитель своей школы паркура Павел Агенько. Поднимем градус экстрима. Экстремальный парк на Спорт-ФМ. Задай вопрос ведущим Спорт-ФМ. Телефоны прямого эфира 2760-93,2, 2761-93,2. Код Москвы 495. Ты слышишь нас каждый день. Хочешь увидеть то, что ты слышишь? Наверняка хочешь. А мы очень хотим похвастаться. Нашим желаниям суждено совпасть. Заходи на сайт спорт-фм.ру и смотри прямые видеотрансляции из нашей студии. Знакомься с нашими гостями и ведущими. Читай новости, общайся. Спорт-ФМ.ру Реклама на Спорт-ФМ. Все о спорте. Самый большой стадион мира расположен в США, в городе Индианаполис. Это знаменитый на весь мир гоночный овал, по периметру которого могут вполне комфортно рассесться 400 тысяч зрителей. Дом больших гонок появился в штате Индиана в самом начале 20 века. Еще толком не придумали автомобили, которые бы передвигались намного быстрее пешехода, а американцы уже отчаянно гонялись на тех, что были у них в наличии. Как раз в это время скорости начали стремительно расти, и хозяин трассы Карл Фишер стал задумываться об улучшении покрытия. Щебень, которым сперва была посыпана трасса, стал с большой силой вылетать из-под колес несущихся болидов. Да и сцепление было неважное. Асфальтовое покрытие тогда еще только-только изобрели, и Фишер не знал, чего от него можно ждать, поэтому приказал мастить овал крепким, надежным кирпичом. Один ярд этого старинного кирпича и сейчас лежит на финишной линии. По нему так же, как и сто лет назад, мчатся самые быстрые машины мира. Только сейчас за ними уже трудно уследить даже глазом. Все о спорте. Будущий чемпион на Спорт-ФМ. Конный спорт привлекает детей в первую очередь не как спорт, а как возможность пообщаться с настоящей, живой, огромной и доброй лошадью. Лошадей любят практически все дети, а лошади любят детей. И регулярное общение с ними способно успокоить даже самого нервного ребенка. Скорее всего, ребенок... ...основание для скачков рубля до уровня 80 рублей за доллар. Подробнее об этом событии в следующем выпуске. В завершении о валюте, по данным Московской межбанковской биржи, за доллар дают 65 рублей 79 копеек, за евро 74,62. На этом все. Сейчас каждый, я подчеркиваю, каждый автолюбитель, который стоит в пробке, мечтает о том, чтобы был бы какой-нибудь автомобильный паркур. Так вот, он понадобится в сторону Рязанского проспекта. Здесь традиционно по 40 минут можете потерять, как на внутренней, так и на внешней стороне. Далее Ярославское шоссе. Здесь от Олимпийского проспекта до Фуражного переулка 15 минут. Октябрьский проспект, Лермонтовский. От Смирновской улицы, домкат, еще 30 минут. Ваши вопросы мы ждем на СМС-портал 5533. Слово «Сморт» в начале сообщения. Страница «Спорт.ФМ» ВКонтакте. Раздел «Экстремального парка». Меня зовут Арташе Сантаняна. У нас сегодня в гостях известный трейсер, руководитель своей школы паркура Павел Агейнко. Паш, вот такой вот вопрос. А нет ли желания сняться в кино? И в каком? Вот действительно, в каком кино ты бы себя хотел проявить? У нас же сейчас модно снимать всякие сцены, в которых участники рискуют своим здоровьем. Ну, в «Каскадерском» наверное нет. Потому что каскадерство со сценами такими, это тоже как бы риск для здоровья. Потому что каскадеры много травмируются. Это говорит трейсер, который прыгает там с разных высот. Так. Да, но трейсер как бы с разных высот прыгает, правильно приземляется и... Делает это разумно. А в кино действительно особенно... А в кино тебя... Тут ты как бы сам все решаешь, делаешь. А тебя требуют и ставят задачи на съемках. В принципе, ты тоже к ним готовишься. Но, тем не менее, я вот смотрю на трейсеров, которые... Те же самые «Ямакаси» и, значит, «Дэвид Белль», они тренируются уже давно. Им уже сколько? За 40, по-моему. А вот те ребята, которые в «Ямакаси» сыграли, они реальные трейсеры, популярные, известные? То есть все это... Да, сейчас команда этой... Была команда «Ямакаси», сейчас ее нет. Сейчас называется «Маджестик Форс». Они тоже ведут преподавательскую деятельность. Еще они как раз по шоу таким темам идут, выступают. Еще несколько вопросов задают слушатели. Ну, такой вопрос о здоровом образе жизни. Расскажи, есть ли у тебя какие-то там специальные диеты для сухожилий, что-то ли дополнительное употребляешь? Вообще здесь как-то правильность питания отражается? Нет, ну, само собой, это же организм, я не смогу прыгать долго, если у меня нет энергии, да, например. Если я буду... Ну, вот как, если говорить лично обо мне, то я стараюсь не есть много мяса, например. Потому что... Ты вегетарицей, по сути? Нет. Или ты призык этого? Ну, я ем только в основном курицу, вот, птицу. Потому что если есть тяжелую пищу, все равно движения, они будут... Скованными и тоннами. Некоторая тяжесть. Будет. Вот. Ну, в принципе, как в других видах спорта, ну, рациональное питание, что значит? Ешь по 4-5 раз в день, вот. На ночь не наедайся. То есть такой спортивный режим. Вопрос, без которого, разумеется, эфир о паркуре обойтись никак не мог. Травмы получали? Если получали, то какие? Получал. Вот за 7,5 лет не получал. А вот за последний год получал. Ахилова схожилия себе травмировал. Но это было связано даже не с этим, как оказалось, а то, что я 5-6 лет назад играл в футбол, и мне бутсы попали по ноге. Сейчас это проявилось? Сейчас это проявилось, когда я пытался забежать на стену. Вот. Травмировал его и пришлось в больницу. Оказывается, футбол это один из самых экстремальных видов спорта, но понимают это чуточку позже, да? Да, причем самое обидное, что, ладно, если бы я прыгал, например, с большой какой-то высоты, да, вот, но тут просто не сильный толчок, слабенький такой, и раз, и все. Ну, как будто мы бежим по лестнице, видим банан, банан, мы увидели, поставили ногу рядом, иногда нога все равно соскользнула, и ты травмировался, то есть нелепость. Давай вернемся к твоим любимым местам, где ты занимаешься паркуром, городским местам, все-таки это такой урбанистический вид, ну, спорта в какой-то степени, можно и так его называть, причисляя к спорту, хотя соревнований, как таковых, тут немного. Но, ты назвал Воробьевы горы, да, фронтическую? Воробьевы горы, фронтическая набережная. Что там особенного в этих местах? Ну, вот в Воробьевы горы, например, там над поездами, то есть на мосту, есть хорошее место, правда, раньше нас... Запрещенное, судя по всему. Оно запрещенное, оно считается стратегическим, как бы мост, но мы тренируемся, мы ничего не разрушаем, то есть мы приходим, тренируемся спокойно, уходим, даже иногда убираемся за собой. Приходилось ли убегать вам от сотрудников полиции? Ну, трейсером, да, но мне нет, я обычно останавливаюсь и спокойно с ними разговариваю, меня отпускают, как бы тут ведешь себя адекватно. Мне рассказывали друзья, что проезжал президент наш, вот, где-то в районе трех километров, и служба безопасности... Прочесала. Видимо, она хорошо знала паркор, потому что ребят скрутили, они пытались убежать, не бегайте от службы безопасности президента. На всякий случай, но тут пока разберешься, чья это служба безопасности. Спорт-ФМ А мы продолжим. У нас сегодня в гостях известный трейсер, руководитель своей школы паркура Павел Агейенко. Паш, о школе еще поговорим, но вот сейчас прежде хотелось бы узнать, а у вас есть, то, что оно есть, я понял, но насколько часто вы общаетесь между собой, есть ли какая-то конкуренция паркурщиков? Ну, есть внутреннее, когда, даже если вот друзья, идем тренироваться, кто-то что-то сделал, естественно, хочется как минимум повторить, как максимум сделать что-то лучше. Вот, ну, конкуренция, да, есть такая, но между, там, командами и так далее, не знаю, ребята снимают видеоролики, как-то выпендриваются. Ну, ты далеко от этого, как я понял. Конечно, ну, меня это не вдохновляет, особенно, когда весь интернет им уже полон, ты просмотрел уже сотню, но не видишь ничего такого особо нового, но люди прыгают, там, с двух этажей, ну, с двух с половиной, крутят не двойное, там, тройное сальто. Ну, приземляется все равно, в гимнастике лучше приземляется, чем... Скажи, а вот если говорить о единомышленниках, то кого бы ты назвал, кто сегодня российский паркур популяризирует в массах? В Москве? Или вообще в России? В России в целом. Ну, есть несколько команд в разных, как бы, уголках России, некоторые о себе, ну, никак особо не заявляют, просто они делают свое дело, передают опыт, им это главное, ну, как, собственно, и нам. Некоторые, опять же, как и наша команда, мы стараемся развивать паркур более публично, как бы на радио и говорить, что бороться с таким стереотипом, что паркур это такой экстремальный вид бегания по крышам и подвергания своей жизни опасности. Поэтому мы с этим пытаемся бороться, делать различные семинары, вот, в Питере активно развивается... Какие еще города? Я знаю, что Краснодар в этом плане любит экстремальные начинания и, наверное, и паркур там на существо. Ну, вот, в Сочи, Краснодар, да, там тоже есть какие-то подвижки, вроде бы тренируются ребята, я точно сейчас говорить не могу, я не особо анализирую паркур прямо вот в России. А пробовал ли ты паркур где-нибудь за рубежом? Вот выезжал ли ты в тот же Париж, в какой-нибудь другой? Ну, у меня это, у меня в планах поехать. Вот, на самом деле, сейчас наиболее сильная команда, это паркур Generations, она находится в Лондоне, часть этой команды, это бывшие Ямакаси, они имеют филиалы как раз вот везде, в Азии, в Америке. Прям филиалы? Филиалы, да, то есть они открыли в Таиланде, в Штатах, в Соединенных Штатах Америки. То какого возраста можно заниматься паркуром? Если судить по коллегам, которым там уже за 40, например. Ну, таких людей единицы, как правило, это основатели, которым уже за 40, которые уже очень давно этим занимаются и хорошо его познали. Занимаются для себя, может быть, есть какие-то у них, ну, это у них надо спросить. Секреты, да? Секреты, да, суставами и так далее, реакции на погоду. А с какого возраста можно? Вот ты школой заведуешь, самый возрастной твой ученик. Ну, у нас мы относительно недавно, несколько месяцев назад начали работать с детишками, то есть с 8 до 13 лет у нас детишки приходят. Вот, сейчас порядка 35 человек у нас занимается. А если говорить о взрослых? А взрослых, это, соответственно, уже от 14 лет выше. Но те, кто к нам, мы хотя не ставили у нас в требованиях к ученику, чтобы он мог у нас заниматься, в верхней планке. Но приходят 35 лет, 37 лет, индивидуальные тренировки кто-то берет. А в таком возрасте нормально заниматься паркуром вообще в 35 лет? Ну, как я смотрю, опять же, это зависит от человека, от его желаний, от того, насколько он себя чувствует, насколько он активный. Чисто те, которые у меня тренируются, мужчины и женщины, им дается вот база, ну, назовем примерно вот 13 элементов, да. Осваивают большинство, где-то процентов 70 за месяца 2-3. А кого больше мальчиков или девочек? Вот сейчас это такая популярная стезя, интересное направление. Девчонки, интересуются? Вот здесь я немного в шоке, кстати, потому что... Женщин-кошек у нас много. Ожидалось, да, ожидалось, что будет где-то 95 процентов. На Спорт.ФМ Судя по тому, что вы уже в экстремальном парке, вы предпочитаете риск. Это Арташес Антонян и у нас сегодня в гостях известный паркурщик, руководитель своей школы Павел Агейенко. Паш, давай поговорим о том, с чего вообще решил ты, что школа это что-то, что может как-то приносить какой-то доход. Ты на этом зарабатываешь или у тебя есть еще работа? Ну, школу я организовал прежде всего из-за необходимости передавать знания другим поколениям. Поскольку я, когда тренировался, меня пригласили на тренировки и тем самым открыли мне этот путь, по которому я иду по сегодняшний день. То есть без наставника прогресс невозможен? Без человека, который на себе это попробовал, без опыта? Нет, без наставника прогресс очень даже хороший будет. Просто с наставником будет более безопасный и травма безопасный, да. Так, стало быть, ты взялся за образование своей школы. Кто тебе помогал? Друзья с теми людьми, с которыми я и начинал тренироваться, и потом встретил в середине пути. В какой-то момент я понял, что накупленных знаний достаточно, чтобы передавать более молодому поколению, тех людей, которые только в паркур приходят. Кто приводит? Приводят родители детей, либо они сами доходят? И какой возраст самый популярный в твоей школе? Да и так, и так бывает. То есть и родители детей, и дети родителей приводят. Дети приходят, тренируются, и родителей заставляют ходить. Возраст примерно, ну, если среди старшечков, то есть от 14 лет, то, ну, примерно, наверное, в районе 20 лет, где-то вот так, в среднем. А если детей, ну, 10-11. Сколько занятий в неделю? Ну, занятия у нас проходят 4 раза в неделю, но есть свободные тренировки. Ребята занимаются по-разному, от 2 до 3 раз. Ты полностью себя посвящаешь в школе паркура, или у тебя есть еще какая-то профессия? Ты, кстати, кто по специальности? По специальности экономист-управленец. Потом я получил образование фитнес-инструктора. То есть ты еще и фитнес-инструктор? Да. Сам ты успеваешь давать уроки в зале? Ты в тренажерном работаешь? Нет, я фитнес-инструктора сдал для того, чтобы повысить знания и преподавать паркур. То есть ты сейчас целиком сосредоточен на своей школе. В чем ее особенности, судя по фотографиям, вы все сами обустраивали? Там такая крыша. Да, зал мы делали сам, то есть буквально пару месяцев мы над ним крутились, вертелись, сделали какие-то препятствия, трапеции, купили матов. Там мы проводим тренировки. Много очень работы было, чтобы писать статьи, снимать видео-туториалы, различные обучаловки. Опиши, пожалуйста, самое простое упражнение и самое сложное. Вот вы же наверняка даете задание своим студентам, скажем так. Да, но если упражнение, то ты имеешь в виду элементы или упражнения на развитие... Пусть это будут элементы, да, какое-то задание, назовем это так. Ну, есть же задание там в карате на второй, третий дан и так далее. Да, но есть техническая часть, а есть именно, как бы, физо. Это упражнение на укрепление. Нет, давай нам техническую часть, где уже на завершающей стадии самое простое, что предлагается сделать людям, которые только-только появились в твоей секции, и самое сложное, соответственно, для тех, кто уже давно там. Так, ну, попробую объяснить. Есть элемент, называется, самый простой, окуроси. Это прыжок на точность с удержанием равновесия. Когда мы стоим на месте, нам нужно прыгать на бордюр или на перилку передней частью стопы и на ней удержаться. На носочках? Да, на передней части стопы, но на носочках. Вот. Для этого нужно согнуть ноги, руки вытянуть перед собой, чтобы удержаться. Потому что если руки мы опустим, наш корпус будет нас вперед тянуть, и мы упадем. То есть это самое простое упражнение. Самое сложное, наверное, ну, каждый по-разному учит. То есть кому-то легко дается, кому-то нет. Но, в принципе, в качестве примера элемент Кинг-Конг, например. То есть это когда у нас препятствия, например, перила, потом, как бы, ничего нет. То есть препятствия. И еще одна перила. Ну, на расстоянии, например, там метра. То есть надо перескочить. Нужно перескочить, причем без помощи ног. То есть когда мы разбегаемся, мы перепрыгиваем первую перилу, причем вытянувшись полностью и тянувшись, при этом мы тянемся руками к второй периле. Вот от нее мы отталкиваемся, выпрямляемся и приземляемся на ноги. То есть такой полноценный гимнастический этюд. Паш, хотелось бы о тебе немного узнать поближе. Как родители вообще реагируют на протяжении всей твоей трейсерской карьеры на твое влечение? Ну, изначально, в 2006 году, если брать, когда я начал этим заниматься, они смотрели на это... С ней доверие? Нет, просто как с вещью, что я пытаюсь выработать свои гормоны, то есть как бы выплеснуть. Начинаю там бегать, прыгать, ну вот чем-то таким несерьезным заниматься. Чем бы тебя не тешилось, да? Да. Потом, естественно, они начали немного опасаться, когда я им показал, чем я занимаюсь. Слишком уж как-то ужасно. То есть уже вначале было на уровне слухов, сейчас они увидели. Потом, когда я закончил университет, они говорили мне, слушай, займись ты чем-нибудь, уже найди себе работу. А я был в поиске себя, я не знал, что мне делать, школу я тогда еще не открыл. Вот. И было очень сложно, родители не понимают, там девушки все не понимают. Вот. Пришлось самому себе, прежде всего, и всем доказывать, что чего-то стоит. Ну вот, через несколько лет, когда я показал отцу, вот чего я добился, как моя школа развивается, он говорит, я тебя изначально поддерживал. Это, это мое, это мое, это мой проект. Ты знаешь, интересный, интересный вопрос прислал Ростислав Ковалевский из «Контакта». Недавно появилось видео, где в Барнауле парень поджигает себя и прыгает с девятиэтажки в сугроб. То есть абсолютно без страховки, просто падает с крыши. Ну это логично, он пытался себя потушить, наверное. Ну, видимо, потушил. Он называет себя основателем своего движения. Это вообще адекватно, спрашивает Ростислав? У тебя не было таких замечательных идей? Нет? Залез на Москва-сити и оттуда в Москва-река. Прыгнусь с пингвином в руках, с парашютом, да? Я не знаю, может быть, в идее вот этого товарища барнаульского без парашюта прыгнуть. Ты такие вот предпринимал какие-то затеи? Нет, ну я довольствуюсь тем, что, опять же, как я говорю, когда ты начинаешь заниматься паркуром, ты в любом случае учишь базу, да, уже придуманных элементов, отработанных, эффективных. А потом ты, как бы, свой стиль развиваешь. Что-то дополняешь, какие-то движения. Ну, как бы, на этом все заканчивается. У парня есть свой стиль. Ты бы рискнул что-то такое сделать? У парня, по-моему, есть потенциал какой-то к полету. А ты бы рискнул что-то такое сделать? Лично я нет. Лично мне кажется, это неэффективно, потому что в основе паркура, опять же, это эффективность и безопасность. А экстрим и прыжки с большой высоты не являются таковыми. У нас есть тоже небольшой экстрим для тебя. Мы предлагаем нашим гостям ответить на ряд вопросов, выбирая один из вариантов. Очень быстро паркур или паркинг? Паркинг. Подтягивание или оттягивание? Натягивание. Турник или брусья? Брусья. Утяжелители или увлажнители? Увлажнители, конечно. Проще в дождь или снег? В стужу. В мороз или в жару? Ну, тогда уже в стужу. Все для красоты или прогресса? Прогресс. Если сомневаешься, пробуешь или отказываешься? Пробую. Идеальное место для паркура это? Улица. Спасибо тебе большое, Паш. Приятно было познакомиться, узнать, что есть теперь и школа паркура. У нас в гостях был Павел Агеенко. Всего доброго. Место силы. Место силы. Экстремальный парк. На Спорт.фм. Ты слышишь нас каждый день. Хочешь увидеть то, что ты слышишь? Наверняка хочешь. А мы очень хотим похвастаться. Нашим желаниям суждено совпасть. Заходи на сайт спорт.фм.ру и смотри прямые видеотрансляции из нашей студии. Знакомься с нашими гостями и ведущими. Читай новости. Общайся. спорт.фм.ру Узнай, о чем щебечим мы и чирикни нам сам. Радио Спорт.фм в Твиттере. Реклама на Спорт.фм. Моя команда на Спорт.фм. Один из самых заметных хоккейных клубов советского периода, не считая большой столичной четверки, это Воскресенский Химик. Команда из небольшого подмосковного города, который в 50-е даже городом-то еще и не считался. Тогда в поселке, где строился огромный химкомбинат, была футбольная команда, которую тренировал Николай Эпштейн. Этот человек впоследствии стал основателем хоккея в городе. И с его именем так или иначе связаны все успехи Химика. Под руководством Эпштейна воскресенцы за три года из любителей превратились в команду высшей лиги. А в ней им хватило десятилетия, чтобы стать серьезной силой. Начиная с 65-го года, Химик стал постоянным участником борьбы за попадание в призовую тройку первенства страны. Четыре раза подмосковным хоккеистам покорялась бронза, а в 1990-м они даже стали серебряными призерами чемпионата СССР. В свое время Эпштейн настоял на открытии в городе детской хоккейной школы. И она открыла для нашего хоккея многих блистательных игроков. Началось все еще в 50-е с Александра Рагулина, а в 90-е такие воскресенские воспитанники, как Квартальнов и Зелепукин, Ларионов и Каменский, делали погоду не только в нашем, но и...